В большинстве наших занятий я использовал два типа мазков кистью. Первый тип это темный непрозрачный мазок. Выглядит так, будто я ношу густой слой акриловой краски. Второй тип полупрозрачный или лессировочный мазок. Он выглядит так, словно я рисую акварелью. Чтобы достичь этих эффектов, я использую технику смешения слоев. Я покажу вам, как я наношу эти мазки. Для начала вам нужно создать слой для работы с непрозрачными мазками. Откройте меню слои layers, нажмите внизу кнопку новый слой new layer и задайте параметр смешения как нормальный normal. Это мазок по умолчанию, я его привык называть непрозрачным. Чтобы носить полупрозрачные мазки, вам нужно задать многослойность, чтобы один слой в фотошопе проступал под другим. Итак, нам нужно создать новый слой. Но в этот раз нам нужно задать параметр смешения, как многослойный, multiply. Как вы видите, мазок становится полупрозрачным. Давайте посмотрим. Создается впечатление, что вы рисуете акварелью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...